кстати орлуша андрей орлов он известнейший поэт он же тоже он начинал ходил по коридорам московского мосомольца вот он выступил как-то заявлением что он готов быть проводником для американских и украинских частей по подмосковью потому что он очень хорошо знает подмосковные это эпатаж или это угасе фантазе ну конечно и по то он парень очень интересный поэт необычайный поэт талантливый до безумие талантливый но в свою любой талантливый человек имеет свои ну какие-то вот завихрения но это к этому надо относиться к ясно например к этому с улыбкой отношусь потому что знаю очень давно давно и знаю его вот вот он такой я патриотом не грублю и русским патриотом в частности я родину пиздец люблю когда отечество в опасности ведь если мирно спит народ и каждый с каждым крепко дружин патриотизм ебись он в рот и нахуй никому не нужен доярка менеджер и панк живут себе и жизни рады пока чужой железный танк не ебанет по ним снарядом но тут конечно настает конец труду и жизни личной страна огромная встает и в смертный бой идет привычно ну да народ у нас говно с тупой уебищной мордой но в часть лишения все равно он героически и гордый вот например возьмем меня уебок трус и алкоголик но со страной случись хуйня я полюблю ее до колик как тренированный барбос с гранатой поползу под танки на амбразуру не вопрос хотя прикольнее на тачанке враги ебут твою сестру братан звони мне на мобилу я подлецов в говно сотру чтоб гадам неповадно было у школы виселицы в ряд на них висят пенсионеры пиндосом отомстит отряд борцов за родину и веру банкир еврей антисемит скинхэт риэлтер и шалава отпор дадут тебе наймит и станет родина державой но это все пока мечты без оккупанта и фашизма простые люди я и ты чужды идей патриотизма нам похуй ты меня прости родной отчизны честь и совесть и спит на запасном пути наш заржавелый бронепоезд и ты урод и я урод таких как мы среди нас немало но мы пиздец какой народ когда нам съездят по ебалу может быть мне страну поменять кстати путин совсем ни при чем и соседи с еблом кирпичом просто мне очень холодно блять ведь живут же татары в крыму бляди ходят по ниц и гулять мне не похуй мороз не пойму но за что мне так холодно блять на окошке рисует мороз минус 30 похоже опять мерзнут уши и яйца и нос ну почему же так холодно блять я зубами как цуцик стучу скоро челюсть придется вставлять я и бац три дня не хочу потому что мне холодно блять кто-то скажет оденься теплей надо окна зимой утеплять и вообще брат гляди веселей неужели так холодно я кальсоны надел не вопрос поролон прилепил на окне отрастил наебали волос потому что блять холодно мне я решил надо денег занять я билет на экватор куплю нет я родину в общем люблю просто мне очень холодно единственный облом который действительно для нас является жесточайшим обломом это отсутствие отпуска россия в этом плане должна ну наверное завоевать какую-нибудь маленькую страну с большим побережьем у нас не хватает у нас не хватает теплого моря это объективный факт поэтому те кто плюются и говорят что нельзя ездить за границу отдыхать а куда ездить отдыхать у нас черноморское побережье и крым вот такие малюсенькие по сравнению с огромной россии они не могут вместить себя всех людей поэтому люди вынуждены ездить мне вообще реально чисто поебать кто чего не похуй я у меня 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 у меня